В эфире обзор происшествий за неделю. Двойное убийство произошло в садоводстве «Спутник-3». Здесь, в дачном домике, проживал 40-летний Сергей, уроженец Усть-Удинского района. В тот день мужчина пригласил к себе двух приятелей и женщину, из-за которой в ходе застолья возник конфликт. Устранить соперников хозяин решил с помощью штыковой лопаты. Одного ударил в лицо в коридоре, на второго напал в комнате. Сколько ударов нанесли? Один стукнул, Таня выскочил, он упал. Он упал? От этого удара? Да. Таня выскочила, покажите рукой, куда побежала? Побежала туда. Татьяне удалось убежать, а вот мужчинам не повезло. После их убийства преступник пошел в кафе, где иногда подрабатывал уборщиком, и рассказал о том, что сделал. Сотрудники кафе позвонили в полицию. В настоящее время Сергей находится под стражей. Ему грозит до 25 лет лишения свободы. В Майске, недалеко от бывшей площадки техосмотра, произошло крупное ДТП. Водитель пожарной машины проигнорировал знак уступи дорогу и столкнулся с трамваем. Удар был такой силы, что вагон сошел с рельсов, а в салоне выбило стекла и оторвалась часть кресел. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Чтобы освободить пути и убрать поврежденный вагон, аварийным бригадам потребовалось несколько часов. На трассе, соединяющей Юго-Запад Ангарска с Новым Китайским мостом, произошло ДТП. Легковой автомобиль Ниссан, которым управляла женщина, выехал на полосу встречного движения и ударился с внедорожником Тойота Лэнд Крузер. Для вызволения пострадавшей из малолитражки потребовалась помощь спасателей. Бригада скорой помощи увезла участницу ДТП в больницу. Легкие деньги обернулись тяжелой ношей для клиентов организации под названием «Непосредственная власть народа». Фирма оказывает платную консультацию, убеждая людей в том, что можно брать кредиты и не отплачивать их. Они предлагали за 10% от суммы взятого кредита свои услуги. То есть всякого рода, скажем так, разными способами даже. Они уговаривали граждан не платить данные кредиты, ссылаясь на Конституцию, что якобы в Конституции прописано, что гражданин имеет право не платить кредиты, и за это ему будет платить государство. Неоднократно прокуратура разъясняла то, что обязанность платить кредит присутствует, от нее никто не освобождает. Включаются все институты принудительного погашения кредита. Это судебные приставы, потом уже коллекторские агентства, банки сами реализовывают эти полномочия. Попав с помощью фирмы в долговой капкан, люди пишут во все возможные структуры. Пострадавших уже не одна сотня. В отношении организаторов фирмы на территории Ангарска и Ангарского района возбуждено два уголовных дела. Пока ведется расследование, полиция призывает население не брать на себя кредитные обязательства, если на это нет средств. В Ангарске завершилась операция «Просрочник». Владельцев огнестрельного оружия проверили сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы. Оказалось, далеко не все следят за сроками перерегистрации и условиями хранения. В ходе рейдов полицейские изъяли 40 единиц оружия и составили более 30 административных протоколов. Оружие перерегистрируется минимум за один месяц до окончания сроков его действия. Гражданин, сменивший место жительства, которое владеет оружием, обязан обратиться в нашу службу для перерегистрации оружия в течение 14 дней с момента прописки. В Новый год без долгов с таким призывом к ангарчанам обращаются судебные приставы. Сумма, которую задолжали горожане перед различными бюджетами и финансовыми структурами около 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день значительная сумма находится на исполнении еще невзысканной суммы, в связи с чем, согласно статье 67 Федерального закона о выслуживательном производстве, в случае неоплаты за должности, судебный пристав правит применять такую меру, как ограничение права выезда предела РФ. В связи с чем, гражданам города Ангарска предлагаем на сайте Банка данных сплотных производств проверить в предновогодние праздники свои, имеют ли они за должности. Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления службы судебных приставов Иркутской области. Будьте внимательны и осторожны, смотрите обзор происшествий каждый понедельник после новостей, а также на сайте телеканала АКТИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин